здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня очередная серия из цикла жилетов пряжа у меня yarnart marina deluxe 50 вот 50 процентов у нас здесь шерсть 50 процентов акрил 100 граммах 280 метров расход пряжи укажу дополнительно и спицы ссылка на пряжу под видео в описании для украины спицы которые я купила с алиэкспресс сейчас уверенно тестирую вот ссылку на обзор этих спицы я тоже оставлю потому что вопросы часто задаете по поводу спиц вы знаете поначалу я была и была ими не очень довольна а потом все таки удобно когда вот так вот видите я под подбираю на ходу они как бы удобно снимаются одевается не буду останавливаться на этом посмотрите обзор и так я просто меряю спицы которые я использовала я использовала троечку и кстати даже изначально не знаю какой номер спиц я когда начинают беру пряжу и беру меняю спицы накручиваю разные видите у меня здесь задействованы сколько спиц сейчас в работе вот поэтому очень удобно как по мне очень удобно значит три с половиной миллиметра спицы которые мы которые которыми я буду вязать основной узор и 3 миллиметра для резинки сейчас я одеваю 3 3 3 миллиметровые буду вязать резиночку и набираю я для своего размера 94 петли набирать буду с таким вот интересным способом для резинки 2 на 2 ниточку оставляю подлиннее значит смотрите каким образом первая петля как обычно классический способ у нас получается две петли сейчас я должна вот так вот вязать но я беру нить переодеваю вот так вот обратным способом одну нормальным одну обратным способом одну петлю нормальным одну изнутри вот таким вот образом таким вот таким вот образом у нас получается вот такие вот пары разделенные петель и я набираю свои девяносто четыре петли на спице 3 миллиметра так девяносто четыре петли смотрите и осталось я набрала каким способом скажите мне девчонки пожалуйста каким способом вы отмеряете нить для набора вот у меня способа нет я всегда на глаз и вот видите что у меня получается теперь смотрите у нас все петли разделенные по парам и вот вы так и вяжите по парам чтобы у вас эти пары попали узор 2 на 2 тогда краешек будет такой очень такой симпатичный и как как бы законченный вяжу я достаточно туго для этого и взяла спицы если плотность не попадаете то возьмите спицы тоньше или толще ну я думаю ту же у вас не получится вязать так и продолжаю вязать резиночку на данной этапе так резинку мы вяжем 2 на 2 высоту 30 рядов видите это 10 сантиметров метров у меня значит теперь я меняю спицы на трех миллиметровые ой три с половиной это было 3 миллиметра и перехожу на основной узор петли посчитанные для всех размеров уже учет всех для симметрии петель и т.д. и т.п. так что просто переходим по схемке на основной узор с петлями 3 миллиметра узор под видео в описании будет ссылочка на видео на подробный мастер-класс вот этого узора там и схемка там и видео подробное вяжем ровно без никаких изменений провязала я основным узором высоту 28 рядов всего 28 сантиметров у меня 38 сантиметров то есть вот здесь вот для моего размера до резинки 28 сантиметров так что я делаю теперь я написала для моего размера я провязываю 40 петель закрываю средний 14 и вяжу вот эту полочку левую правую вернее отдельно здесь я вижу по узору так и забыла что у меня одна петля была лишняя значит я провязала 40 закрыла 13 не 14 девчонки так теперь вяжу ряд до конца по узору эти 40 петель далее что я буду делать я буду закрывать круглый вырез горловины таким интересным способом чтобы не было ступени просто хочу отделить это все в отдельное видео потому что этот способ он хорош для закрытия проймы мы знаем особенно особенно девчонки если мы вяжем из толстой пряжи и чтобы избежать вот этих ступеньках перехода до в пройме и в горловине когда при закрытиях да мы понимаем о чем я говорю вот нужно использовать вот это вот этот способ для этого изнаночный ряд мы вяжем не довязываем до конца две петли сейчас я буду показывать я сейчас вижу здесь я буду закрывать классический классическую горловину 5 4 3 2 1 и так далее то есть это круглый у нас вырез получится он нам и нужен так вот я довязываю до конца ряда и у меня остается на левой спице две петли я переворачиваю работу эти две петли можно надеть на левую спицу и их мы вот не провязанные две петли сейчас провязываем как две вместе то есть одну петельку мы сократили и идем дальше одну сократили 2 3 4 5 петель мы сократили вот это позволяет нам избежать резкого как бы скачка вот здесь вот резкой ступеньки сейчас мы доляжем всю половинку этой горловины и оно будет видно что переход будет более плавный нет не будет вот этой вот вытянутой кромочной петли которая образовывается автоматически обычно в этих случаях здесь ее не будет так изнаночный ряд я снова вяжу до конца и не довязываю две петли так вот они две петли последние я не довязываю и переснимаю их не перед петлей перед петлей перед работой и снова смотрите вот эти две петельки провязываем вместе лицевой это одну петлю я уже сократила и вяжу далее по узору два то есть сокращаю 3 4 4 петли сократила вот видите более получается плавный переход так здесь я продолжаю по узору ой вот видите опять здесь я создать две петли не провязаны давай провязала так вот эти две петли мы их провязываем вместе лицевой это сейчас мы сокращаем 3 петли это 1 2 3 есть и вяжем далее по узору так две петли я не довязываю переношу их на эту спицу сейчас у нас две петли мы сокращаем значит провязываем эти две петли и следующую петельку с основного вязания все и вяжем далее по узору так и последний раз наше сокращение две петли оставляем здесь нам нужно убрать одну то есть мы просто берем вот эти две петли вместе провязываем и вяжем далее по узору все на спицах у меня осталось должно быть 25 петель сейчас посчитаем 1 2 3 4 6 7 8 9 10 24 почему а накид же 25 петель у меня осталось у вас ваше количество петель теперь я вяжу пока ровно без изменений сейчас скажу сколько вот эти 25 петель вяжу по узору так провязала я если быть честной то провязала я без изменений 3 сантиметра еще вверх всего у меня здесь 36 сантиметров сейчас вот я провязала еще ровно здесь у меня тоже 5 4 по сути я просто рисую на другой как бы стороне здесь я буду спинку рисовать значит 28 это у меня до горловины 28 после горловины у нас получается 35 сантиметров здесь у нас 35 сантиметров значит вот здесь у нас 7 сантиметров глубина сейчас данный момент а сейчас она добавится потому что мы будем делать скос плеча но делаем мы сейчас его вот здесь для этого у меня 25 мы опять же будем делать сокращение также попробуем не попробуем а сделаем их как бы с плавным переходом точно так же будем закрывать здесь по 5 петель в соответствии к вашему размеру соответственное количество раз ну то есть количество раз соответствующие вашему размеру так скажем так вот я даже завязывать до конца ряда оставляю две петли переснимаем чтобы было понятно нить перед работой поворачивается провязываю две петли вместе лицевой и далее закрываю это я закрыла одну петлю 2 3 4 5 и держу до конца так вот углубляется углубляется этот вырез ну со стороны выреза а там у нас уже скос плечевой скос получается так снова две петли у меня остались я их переснимаю поворачиваю и снова 5 петель я закрываю эти две петли раз два два три четыре пять третий раз так узор не забываем вывязывать так здесь не будем потому что у нас сокращение две петли две петли это третий раз вот видите какое плечико плавное получается ух ты видите я не там оставила нить две вместе один два три один четыре пять раз два три ну и четвертый раз сейчас сделаем так две петли оставила провязала вместе на изнаночном один два три четыре пять пять ну сейчас можно в принципе закрыть все петли но я уже сделаю последнюю пятую как бы ступенечку вот но это не обязательно на этом этапе можно уже как бы закрыть эти петли потому что здесь получается вот так вот все последний пятый ряд раз у меня раз два три четыре все одну половинку я сделала теперь вторая вторая у нас дублируется полностью то есть сейчас вот она одна вот это вот и теперь вторую делаем получается у нас такой вот пылыш да видим плавненько здесь у нас тоже скос плеча плавненький вот теперь идем дальше здесь у меня сокращение будут изнаночном ряду поэтому не в этом следующем сейчас я просто прикрепляю нить вот так вот я ее прорежу пару петель двойную чтобы закрепить так это изнаночный ряд я вяжу и начнем мы это делать со следующего изнаночного ряда ну то есть сокращение все точно так же только только делаем это в изнаночном ряду потому что здесь у нас все наоборот будет плечико будет в лицевом ряду закрываться а вырез горловины в изнаночном то есть сейчас полностью дублируем в лицевом ряду я вяжу ряд до конца не довязывая две петли петли в лицевой ряд вот видите что я сделала две петли не завязываем поворачиваемся провязываем их две вместе здесь они конечно немножечко коренькие но не страшно это только чтобы узла не было раз два три четыре пять и продолжаем все тут точно так же пять четыре три два один потом промежуток ровно все точно как и здесь так вот я довязала теперь я не буду делать скот в плечах все точно так же но в изнаночном ряду то есть лицевой я провязываю изнаночной вернее в лицевом ряду да изнаночной просто я провязываю без не довязываю две петли вот лицевой сейчас провяжу вот вот в конце ряда оставляем две петли и здесь закрываете и так далее вот готова у нас передняя деталь теперь пришло время спинки девчонки что мы делаем со спинкой значит у нас здесь будет вот такой вот неглубокий ну понятное дело до этого выреза у нас сейчас измерим сколько если здесь до выреза у нас 28 см то здесь больше конечно же 34 см что я сейчас что мы делаем значит здесь у нас было 13 петель здесь у нас тоже то есть мы полностью переносим все сюда закрываем средний 13 дальше у нас будет по 5 ой 4 3 2 1 5 4 3 2 1 и здесь по 5 скос плеча значит сейчас я вяжу закрываю среднюю 13 и начинаю вывязывать вот эту плечико правое плечико вот смотрите вот я закрыла средние 13 2 петли не довязала все как и в передней детали значит закрываю 5 2 3 4 5 теперь вяжу до конца ряда и опять же не довязываю две петли почему потому что здесь в спинке мы делаем одновременно из кос плеча и вырез горловины здесь вырез не такой глубокий как в передней детали поэтому вот так вот у нас здесь получается мы мы сейчас в лицевом ряду не довязываем и одновременно делаем тоже по 5 петель с каждой стороны вот и так до конца и параллельно автоматически ну так вот две петли поворачиваю провязываете две петли вместе 1 2 3 4 5 то есть что у нас получается что мы идем по вот этой вот схеме со стороны плеча по 5 а здесь 5 4 3 2 1 и мы сойдемся вот в этой вот вершине так вот мы видим девчонки что благодаря этому методу у нас получаются вот такие вот плавные скосы плечика горловинка пройму так можно сделать в общем прекрасный очень универсальный способ и горловина у нас готова мы складываем лицевыми сторонами вовнутрь здесь по спинке я оставила больше ниточку при закрытии петель чтобы опять же избежать злов лишних я сошью плечики вот совмещаю здесь вот и сшиваю плечо видите она есть ступенечка но не такая большая сшивать намного удобнее выглядит это все аккуратнее вот такая вот маленькая хитрость насколько она как бы улучшает эстетический вид пусть изнанки но все равно потому что я почему-то вот последнее время если вы заметили кто смотрел все мастер-классы уже склоняюсь больше к незаконченным рядам потому что вот эти вот ступеньки мне совсем совсем не нравятся ну вот решила еще такой вот способ сама испытать и вам показать да мне нравятся девчонки аккуратненько получается так что пользуйтесь и второе плечико я сошью так сейчас я просто ниточку уложу и обрежу до шов теперь второе плечико так есть плечико сшиты теперь мне нужно по горловине набрать петли меняю спицы меняю спицы на 3 миллиметра эти уже мне не понадобится так для горловины обязательно число петель если оно не будет таким как у меня то хотя бы чтобы оно было кратное 4 потому что вязка у нас резинка 2 на 2 вот у меня здесь ниточка есть за нее я привяжу вот эту вот и набираем особенности так значит набираем мы достаточно плотненько петельки не как обычно да чтоб горловина у нас была как бы стянута в этой модели нам не нужно стянутой горловины поэтому я вот прям вот так вот густенько набираю практически из каждой петельки я набираю петли сейчас я вам наберу и скажу сколько у меня получилось это цифра ориентировочная для всех размеров потому что вырез у нас везде одинаковый только в теле у нас разница как бы отличия размеров поэтому ориентируйтесь на моё число в общем я сейчас набираю все вам скажу вот видите вот так вот густенько хорошенечко и так по горловине у меня сто тридцать восемь петель вот и я начинаю вяжать резинку два на два вот прям отсюда без изнаночного ряда как бы украшающего украсительного вот прям начинаю тугенько как вязала резинку внизу вязать в высоту резинку два на два потом я вам покажу как ее сделать двойной я провязала 32 ряда и в сантиметрах это достаточно туго девчонки в сантиметрах это у меня если быть точной то почти десять сантиметров девять с половиной если до спицы считать значит что я отмерила здесь ниточку сейчас я буду подшивать то есть петли закрывать я не буду сейчас уже один рукавчик я сделала пробный вот такое вот у нас будет двойная обвязка которую мы сейчас вот эти открытые петли просто я подшиваю подгибаю подшиваю вот эти петли ниточки я прячу смотрим вот здесь чтобы у нас совпадало вот она вот эта лицевая она с этой стороны изнаночной мне нужно чтобы не было перекоса вот так вот по одной петелечке я снимаю и подшиваю так по кругу все петельки у меня получится двойная обвязка вот так вот продолжаю по кругу подшивать следим вот здесь вот обязательно чтобы вот эти полосы совпадали чтобы не было перекуса вот последние петельки мои и отцепляю и отцепляю так горловина у нас готова одну пройму я уже ждала просто проверка была там ли я где хотела вот головинка такая теперь что мне нужно теперь мне нужно сшить вот эту вот боковушку только по резинке девчонки сшиваем и сшивала я вот за кромочные петли продеваю делаю узелок это у меня кусочек нить набора если у вас нить набора побольше вы можете сшить ее я же как обычно так и за кромочные я сшиваю потом вот эту нить просто продену да и все так теперь мне нужно набрать петли по кругу как я набираю здесь достаточно густо петли набраны и набираем мы девчонки петли из каждой кромочной у нас идет по 2 петли здесь да здесь их по 2 и значит одну вот так вот я одеваю а вторую вот между ними смотрите вот одну здесь цепляю одну здесь вот из этой как бы вытаскиваю петельку далее и с кромочной и между кромочными с кромочной между кромочными так по кругу по всей пройме я набираю петельки у меня здесь 190 петель а мне нужно 191 поэтому одну петлю я еще достаю из вот этого вот промежутка как бы ну из серединки она по сути будет нашей нашей ведущей петлей которая у нас будет вот видите от нее мы будем сокращать и добавлять вот здесь мы добавляли почему такое число чтобы все у нас красиво совпало значит вот это 191 петля если у вас не получилось такое количество единственный закон ну пока зачем вам нужно следить число петель должно быть кратно 4 плюс 3 петли вот и все и тогда у вас будет красивый стык значит начинаю я с двух изнаночных и вяжу резинкой два на два такой же как вязала горловину и все остальное вяжу один круг резинкой так вот я прошлась по кругу смотрите для чего нам это было нужно чтобы здесь у нас был стык красивый видите здесь две изнаночные две изнаночные посреди их лицевая вот так теперь я вяжу еще один ряд и со следующего ряда уже начну сокращение еще один кружочек вяжем так мы доходим вот ряд я довязываю сейчас покажу сокращение сокращение мы будем делать через ряд то есть один кружочек вяжем без изменений а один кружочек вот среднюю где у нас лицевая петля мы ее мы ее меняем местами с первой петлей при том эту ставим первую и провязываем три петли вместе то есть с каждой стороны я сократила по одной петле так здесь у меня дырочка непривязанная непривязанная ниточка и вяжу кружочек до конца а потом еще один без сокращений и потом снова делаю сокращение вот так вот как вырез горловины д-образный вырез точно так же здесь делается сокращение для чего для того чтобы здесь не не торчало ровно как бы чтобы был такой вот скосный всего я сократила девчонки смотрите 8 петель 7 7 петель я сократила с каждой стороны по 7 петель провязала всего потом смотрите вот эти последние три ряда после последнего сокращения седьмого провязала три ряда то есть всего у меня связано 18 рядов в сантиметрах если посмотреть то это где-то 5 сантиметров вот такая вот у нас будет планка сейчас вот мы будем она будет чуть меньше потому что сгиб у нас придется вот сюда сейчас мы добавляем петли значит теперь так как мы сокращали сейчас либо с протяжки через ряд точно так же то есть сейчас мы все восстанавливаем вот таким вот образом один ряд добавляем петли по бокам от вот этой вот один ряд просто провязываем и вяжем еще вторую вот такую половинку чтобы ее отогнуть так всего вот смотрите я добавила 7 раз точно так же как здесь убавила точно так же добавила я сейчас поворачиваюсь на изнаночную сторону чтобы там начать сшивать так что хотела еще сказать да ничего а провязала 32 ряда всего у меня здесь 32 ряда вот вот эту ниточку не надо будет вот здесь оставляю нить достаточную чтобы мне по кругу хватило потеряла свою железную игру теперь буду сшивать пластмассовую вечная проблема у меня а сейчас кстати вот эта нить набора я ее не зафиксировала сейчас я его вот так вот тут теперь смотрим девчонки здесь если там у нас просто по кругу то здесь у нас смотрите вот это центральная петля от которой мы плясали добавляли убавляли вот ее мы цепляем по центру там прям там где шовчик вот сюда а дальше точно так же это я спрячу вовнутрь дальше продолжаю вот совмещать таким вот образом чтобы эти полосы как бы у меня никуда не смещались чтобы было все ровненько по кругу тоже пришиваем по кругу таким образом продолжаем по кругу так чтобы все нам не там и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»